Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Появилась очень сильная рассеянность и невнимательность, что очень мешает жизни. Знакомые это тоже замечают во мне. Такое чувство, что мое мышление просто деградировало, и я не понимаю значения некоторых известных пословиц, которые я знаю даже детям. Мне приходит, а мне предстоит приходить медкомиссию в скором времени. Боюсь, что со своей тупостью я ничего не пройду. Я недавно обратилась за помощью к психологу, она начала как раз таки спрашивать меня про пословицы, и удивилась, что я так мало знаю, сказала, что у меня слабо разведать астрактное мышление. Что мне можно сделать, чтобы хоть немного улучшить ситуацию? Ну, в первую очередь имеет смысл обратиться к врачу, чтобы он, значит, проверил вас на наличие или отсутствие физиологических причин для вашего состояния, потому что у вашего состояния могут быть физиологические причины и физиологические аспекты какие-то. Вот, ну, 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 там, нарушения работы мозга нейронов, нейронных связей и так далее. Вот, там, вполне может быть, что, то есть, ну, какая-то, какая-то как бы вероятность, вероятность, там, этого, ну, как бы, какая-то вероятность, может быть, того, что это есть у вас. Вот, он также даст какое-то заключение, да, в свое, которое вам также, вероятно, поможет лучше в себе разобраться. Лучше понятно, что с вами происходит. Нам уже, как психологам, в данном случае, в большей степени интересно, когда это началось у вас. А с чего это началось у вас? То есть, вы говорите, что, что вы стали замечать, вот, появилась сильная рассеянь. Соответственно, если она появилась, то ее не было. И, исходя из того, что ее не было, но она появилась сейчас, значит, ну, что-то произошло. То есть, вряд ли она появилась, вот, прямо сама по себе. То есть, ну, ну, мало вероятность, что она сама по себе появилась, да, как бы, понимаете, что я имею в виду. То есть, скорее всего, вот, какие-то вот, ну, события в вашей жизни вы ее спровоцировали. Что-то. Вот, это может быть, ну, в принципе, это может, могут быть как травмы физические, вот, так и какие-то психологические истории, психологические травмы. То есть, ну, это может быть, ну, это может быть, какие-то потрясения, психологические. Вот, это вполне реально. И, соответственно, в рассеянности человек очень часто может просто уходить. То есть, что это значит. А, когда я в рассеянности, у меня нет проблем никаких. Или я не замечаю чего-то. Понимаете, так, то есть, как бы, рассеянность в данном случае, она... Вам может что-то давать. Вот. И вот посмотреть. Посмотреть. Что она может вам дать. Что она может давать. Какую выгоду вы получаете от нее. Очень важно. Потому что обратная сторона выгоды, это негатив. Увидим выгоду, увидим негатив. Смотрим. Понять это. Понять, от чего вы бежите в рассеянность свою. Если это, ну, вот, чисто психологическая история. То есть, ну, понятно, что, если есть физиология, да, в данном случае. Если присутствует физиологическое основание для того, чтобы вы так себя чувствовали. То тут без помощи, без помощи врача, конечно, конечно, не обойтись. Я надеюсь, вы это понимаете. Вот. Что касается знакомых, которые, вот, ну, которые замечают тоже, вот, что вы, вот, изменились. Вот. И психолога, который спрашивал вас про пословицы. То, да, довольно, прям, часто пословицы используются в качестве теста на абстрактное мышление. Вот. Но, странно, что психолог не дала рекомендации, никакие вам, в дальнейшем. Вот. А рекомендации, это, в принципе, то, что вам нужно. Вот. Именно рекомендации вам нужны. Вот. Поэтому обращайтесь к врачу, вот, обращайтесь к специалистам. Ну, например, вот, в данном случае, вы можете обратиться к психологу, да. Вот. Только с определенным, ну, скажем так, запросом. То есть, вот. Например, запрос, эм, разобраться в себе. Да. Например. Или. Лучше себя понять. Вот. Тесты, это хорошо. Ну, все-таки. Тесты, нужно именно для диагностики больше. Вот. А не для, ну, не для, не для помощи человеку. Вот. В данном же случае, случае вам нужна, как мне, как мне кажется. Все же, все же именно. По помощи. Вот. Повторюсь, у вас, эм, как бы, ну. Вот. Это было всегда или появилось, вот, в какой-то момент. Это очень важно. Вот. Очень важен этот аспект. Чтобы вы, вот, ну, для себя сами, в этом смогли, смогли разобраться, да, и смогли увидеть, вот, что, ну, происходит. Вот. Понимаете, да? На этом все. Пожалуй, давайте закончим. Пока что. А, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Обращайтесь за помощью. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. requested понадобиться. Конечно. Удачи. Ще почувствуйте. Потamprobала inspire на уголок, и я allesz por,破 franchise с глазом. Продолжение следует...